Меня зовут Владимир Загунский, кто-то меня знает, кто-то нет. В общем, я в этой теме оказался, потому что, собственно говоря, в силу своей профессиональной деятельности и имею отношение к брендингу, дизайну. Я бы хотел, ну, в общем-то, высказать такую точку зрения. Во-первых, Сергей Анатольевич сказал, что был процесс, он продолжался год, и была попытка привлечения общественности. Эта попытка не удалась. Я, например, тоже активный пользователь соцсетей и, в общем-то, в общественной жизни города немножко тоже интересуюсь. Я об этом мероприятии, об этом я узнал, когда увидел фотографии с последнего мероприятия. Я знаю людей, которые входят в рабочую группу по этому мероприятию, которых не приглашают. Я сейчас говорю критику, но конструктивно. Я закончу правильно, я никого не хочу обвинять. У меня, если мы иногда сбиваемся на критику изображения, нравится, не нравится, плохие дизайнеры, хорошие дизайнеры. Я знаю Александра, я знаю Романа. У меня никаких претензий к дизайну тоже нет. Потому что дизайнер делает то, что ему заказывают. И первое, что я спросил у тех, кто имел отношение к этому процессу, я попросил, покажите мне тех заданий, которые, какая задача ставилась перед дизайнерами. Что нужно было нарисовать дизайнеру, для того, чтобы сказать, это хорошо или это плохо. И, ну, сегодня мы там встречались и мне показали, ну, то, что называется тех заданий, это, ну, коротко, за все хорошее против всего плохого. То есть это настолько обтекаемое задание, что, в конце концов, наш выбор брендинга города скатился к тому, что нравится мне это или не нравится. Это неправильно, в принципе. То есть нельзя так брендинг города, ну, к простому голосованию, мне не нравится это. Предложение. Предложение. У меня есть предложение. Я хотел бы еще одну фразу сказать, что на самом деле, я думаю, что большинство из нас, может быть, все, собрались здесь для того, чтобы в нашем городе был бренд, которым бы гордились мы, гордились наши дети, в котором мы видели наше будущее, которое мы с удовольствием печатали на футболки, на значки и говорили все вокруг, какой классный в Мелитополе брендинг, который будет на наших маршрутках, на общественном транспорте, который появится, я верю. И будет радовать нас. С другой стороны, я понимаю, что есть промис. Он почему-то, промис, а не город, да, выступает заказчиком этого. Тоже не совсем, ну, мне кажется, правильно. Но несут. То есть есть обязательства перед промисом. Замечательная организация очень много помогает. Я хотел бы предложить, раз мы уже не можем просто отменить то, что сделано в работу, потраченные средства, усилия. Я бы хотел предложить, чтобы мы не остановились на этом варианте просто-напросто. Если нужно использовать его сейчас, как не у города, я не думаю, что у кого-то возникнут проблемы, что прям так глаз режет, что не могу по улице пройти. Но я думаю, что если власть в лице вас, Сергей Анатольевич, в лице тех людей, которые ответственно принимают решение, ну, как бы даст обещание, или как это прозвучит. Не знаю, что работа по брендингу города будет продолжена с привлечением тех людей, которые сейчас в группе, тех людей, которые хотят участвовать. Вот сидит Роман, он может быть эмоционально, он предоставляет свои производственные мощности для бесплатного разработки дизайна. И таких людей много. Есть люди, которые работают по социологии. То есть мы готовы продолжать работать. Нам нужно только, чтобы на этом не остановилось, сказали, извините, депутаты проголосовали, все приняли, до свидания. Но я надеюсь, что сегодня, помимо декларирования о готовности продолжать работать, вы еще придя сюда поработаете. Так же само, как и завтра, вместе с депутатами городского сайта. Я могу на это рассчитывать? Если в этом есть смысл, конечно, без проблем. Слушайте, ну еще раз говорю, мы живем в одном городе. Если у вас есть намерения, мы поддержим. Можно я скажу? Ну, это не ко мне вопрос. Ну, точно так, как инициатива ваша. Я прошу, если ко мне вопросов нет, я бы хотел, чтобы все-таки вы сфокусировали свою энергетику как раз над работой. Ну, вот над работой я приказала. Помогли, поучаствовали. Рена, поддержите? Да, здесь вот, мое отсутствие наших коллег. Я всем благодарен еще раз за то, что нашли время. Но сложно, это не просто собраться, да, это вот именно поработать. Но я думаю, что вообще у нас и так получится лучше. Спасибо за внимание. Ренни-Конак, все, уверяю.